Визит председателя КНР Сидзинпина в Россию повысит уровень делового сотрудничества в различных областях между двумя странами. Так считает посол Российской Федерации в Китае Андрей Денисов. Корреспонденты CGTN записали интервью с дипломатом. Подробности далее. В нашей стране председателя КНР Сидзинпина ждут как дорогого высокого гостя. Мы рассматриваем этот визит как главное событие в двусторонних российско-китайских отношениях в текущем году, заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китае Андрей Денисов. По итогам визита будут приняты несколько серьезных политических документов. Подписан внушительный пакет различных соглашений между компаниями и общественными организациями двух стран. Мы ожидаем, что наши руководители, помимо важнейших вопросов двустороннего сотрудничества во всех областях, затронуты наиболее актуальные вопросы международной повестки дня и мировой политики. Подходы наших стран к основным мировым проблемам достаточно близки, а многие полностью совпадают. Поэтому и в Пекине, и в Москве рассматривают российско-китайские взаимоотношения стратегического взаимодействия и партнерства как стабилизирующий фактор мировой политики. На вопрос журналиста о том, какие возможности посол видит для сопряжения инициативы экономического развития Китая «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом, Денисов рассказал, чтобы приступить к практической реализации договоренности, во-первых, необходимо определить вектор дальнейшего движения. Этим занимаются эксперты-политологи обеих сторон. Во-вторых, выстроить нормативно-правовую базу. И третье, надо выбрать проекты для этого сотрудничества, которые можно совместно реализовать. Создание Евразийского экономического союза было провозглашено почти одновременно с инициативой «Один пояс, один путь», выданной председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013-го. Таким образом, в экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией задействованы различные сферы. Особенно это касается инфраструктурного строительства и транспорта. Все они тесно связаны с китайской инициативой «Поясы и пути», а Россия является одним из активнейших участников этого строительства. В список инвестиционных проектов, которые считаются перспективными именно в рамках сопряжения двух инициатив, включены 73 пункта, рассказал Денисов. Часть проектов уже находится на стадии реализации, по другим идут переговоры. Сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как «Один пояс, один путь» и Евразийский экономический союз создаст новые возможности для улучшения двусторонних отношений и развития экономического сотрудничества между Китаем и Россией, подытожил дипломат. Татьяна Климова, CGTN